Действительно, то театрализованное представление, которое сейчас нам прекрасно показали мастера театра, нас погрузило в ту атмосферу тех далеких годов, несколько сотен лет назад, как это происходило, как был быт жителей города Ачинска, как, соответственно, смотрели на нашу знаменитую реку Чулын. Они, наверное, мечтали о том, что в будущем наверняка потомки о них вспомнят. И действительно, мы за последние особенно два года, спасибо почетным гражданам города, общественности, историкам, о том, что мы долго занимались о том, что ну где был острог, мы много о нем говорим. Да, действительно, два раза его жгли кочевники, но в 1683 году его построили, и он стоял. И, соответственно, вокруг него шла жизнь людей, и, соответственно, было тем началом, который сегодня есть для города. И, конечно, после долгих-долгих разбирательств это место было найдено. Я скажу, кто был здесь, вспомнит, в каком у нас состоянии было, но это только начало. У нас есть прекрасный проект, который с следующего года мы начнем реализовывать. Это проект набережной реки Чулын. Он как раз свяжет эту точку, место острога города, с набережной реки Чулын. Это будет достойным местом памяти нашим предкам. У нас есть знаменательные те места, которые мы любим посещать. Это старый центр, драм-театр, это музей Каргополова и все, что вокруг есть старого центра. У нас еще другие места есть. И, конечно, мы, я думаю, через некоторое время оценим то место, которое сейчас здесь образовывается вновь. Место стояния строго. Что будет дальше, будут решать жители. Поэтому, уважаемые жители, я всех поздравляю с наступающим праздником, Днем Города. Хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия, удачи. Но еще изюминка будет, о которой дальше скажет ведущий, о том, что мы должны еще наказ сделать, пусть недалекое будущее, но заложить капсулу, которую вскроют в 2033 году. И там те пожелания будут уже и озвучены, и, соответственно, выполнены. Поэтому всех с праздником, здоровья, удачи, благополучия. Свети дальше город Ачинск.